Всем привет! В этом видео я покажу, как настроить родительский контроль на роутере. Иногда возникает необходимость заблокировать доступ к социальным сетям или любым другим сайтам для конкретных устройств, включая мобильные телефоны и планшеты. Эта функция позволяет ввести ограничение доступа в интернет по расписанию и указать конкретные интернет-адреса, которым будет открыт доступ. Например, можно отключить выход во всемирную сеть в те часы, когда ребенку положено делать уроки или спать, либо сотруднику выполнять свою работу, если речь идет об офисной работе. В некоторых моделях функции блокировки сайтов и временного ограничения совмещены. Я покажу, как настроить родительский контроль на примере роутера TP-Link. Поехали! Настройка родительского контроля. Итак, сперва нужно попасть в настройки. Для этого в окне браузера пишем адрес роутера и вводим логин и пароль по умолчанию admin и admin. Переходим во вкладку родительский контроль и активируем данную функцию, установив соответствующую отметку. Здесь также есть возможность задать MAC-адрес контролирующего компьютера. В поле MAC-адрес вашего компьютера отображается MAC-адрес компьютера, с которого на данный момент производится настройка маршрутизатора. Если MAC-адрес вашего сетевого адаптера уже зарегистрирован в системе, то вы можете нажать кнопку «Копировать» для его копирования в поле MAC-адреса контролирующего компьютера, после чего адрес будет скопирован в соответствующее поле. Затем ниже укажите устройство, которое вы хотите контролировать. В поле MAC-адрес 1234 введите адрес устройства, которому нужно ограничить доступ, те устройства, которым будет применен родительский контроль. Или выберите MAC-адрес из текущего выпадающего списка и скопируйте его в одну из этих строк, выбрав из этого списка. Далее укажите временной промежуток, в течение которого контролируемому компьютеру будет разрешен доступ к интернету. Дни применения – каждый день или неделю, а затем добавить. Чтобы удалить часы и дни работы, нажмите клавишу «Очистить расписание». Ну и в последнем блоке вы можете указать интернет-адреса, которым ваш ребенок или другой пользователь будет иметь доступ. Для подтверждения внесенных изменений нажмите «Сохранить». А сейчас, дорогие друзья, делаем небольшое отступление и давайте послушаем анекдот. Девушка пришла в гости к программисту. Прошли на кухню, оставить чайник. А она ему. У тебя на столе такая чистота. Молодец. Обычно у парней кружки, тарелки, крошки. Он тут про себя подумал. Что же я, дурак, что ли тут жрать? У меня компьютерный стол для этого есть. Это сильный анекдот. Только у нас такие бывают. А мы продолжаем. Настройка родительского контроля со смартфона. Еще родительский контроль можно настроить с помощью смартфона и приложения Tether. Подробный обзор приложения вы сможете посмотреть в одном из наших предыдущих видео. Ссылка будет в описании. Здесь эта функция имеет немного упрощенный вид. Для активации переместите бегунок в соответствующее положение. Задайте расписание и укажите доступные интернет-адреса. На этом настройку родительского контроля можно считать оконченной. Теперь при несоответствующем времени, указанном в настройках, или переходу на сторонний адрес в интернете, пользователь с ограниченными правами не сможет этого сделать. Дорогие друзья, еще один очень важный момент. Если у вас для входа в настройки роутера используется стандартный пароль admin, то советую его заменить. Как это сделать смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. А то ваш ребенок, посмотрев один из роликов на ютубе, может зайти в настройки и заблокировать вас. Не нужно их недооценивать. Дети в этом плане сейчас неимоверно просто продвинутые. Таким способом можно наказывать не только детей, но и непослушных родственников, которые провинились. Думаю, найдете этому применение. А на этом, дорогие друзья, все. Надеюсь, вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр. Пока.